Алло! Да. Алло, Денис? Да. Привет, как дела? Нормально. Нормально? Слушайте, Коля, извини, соседний. Слушай, я слышал вчера, ты вроде сорок, блин. Ты вступил в нашу партию, что ли? Нет, ко мне вчера вообще один какой-то подошёл. Я гулял по центру, ко мне подошёл один мужик и спросил, ты сорок, блин, нет, ты ешь бельц. Как так, блин? А? Так я видел вчера тебя по публике, ты говоришь, что ешь сорок, блин. Так, правильно. Вот мужик меня попросил, чтобы я сказал, что типа есть сорок, если... Понимаешь? А-а-а. У него там не хватало людей, он мне говорит, что тормознули босс там, люди не могли приехать. А-а, вот как. Мы приехали одно другое, понимаешь? Я вообще плохое ничего не хотел, вообще ничего не сказал плохое. Я наоборот сказал, что плохотнюк бит, плохотнюк, что после *** с этой страны, ***. А насчёт усадки я наоборот хотел, потому что он мне говорит, тем более, если вы здесь, я говорю, бля, давай *** будьте тут. Я говорю, ты давай полчаса, первый раз в жизни вот попал в ту ***. А-а-а. Вы что думаете, что это ***? И... Ну я... Это вообще кто такое? Нет, ну давай тогда, слушай, встретимся, и ты всё это объяснишь, в Нобельской телевидении, если что. Хочешь? Да не надо мне ничего уже объяснить. Я уже *** вчера, за вчера, если бы мне *** уже ничего не надо. Нет, ну давай ты объяснишь всё, просто скажешь, что и как, и чё почём, ***. Давай встретимся. Зачем? А? Ну, ты объяснишь, что это фейка, вы меня заставили, блин. Я спросил, дядя, мне объяснил только что. Что мне ещё объяснить? Нет, ну просто... На телевидении я не иду, они вчера подошли ко мне, понимаешь? Эти с публики ***. Не я подошёл к ним, я вообще тогда постоял на питьёте, мне было жарко, думаю ***. Я говорю, братенька, уйдём, сходи в магазин, возьмём попиво. Ага. И потом уже *** домой. И зачем подходит этот ***? Они ещё подошли, базарит мне типа, как ты пьёшь? Ну я видел, видел. Ну слушай, давай встретим... Нет, слушай, давай встретим сибельское телевидение. Ничего, ничего плохое не сказать. Да не надо что-то плохое, мы поняли, что это все аранжировки. Да не через это телевидение, я уже ***. Ну ясно. Ну значит, они всё это организовали. Какой-то мужик подошёл ко мне, понимаешь? Бо я хтусил там, я видел, сколько там народу, ну да ну ***. Давай посмотри, посмотрим. Я тебе говорю, что подошёл мужик какой-то ***. Слушай, слушай, Денис, Денис. Я тоже не знаю, или мусор, или ***. А, ясно. Я не знаю кто он, понимаешь? Он подошёл, говорит, ребята, так и так. Ну почему же нет? Ясно. Он ещё базар типа, ээээ, махариш ещё там, надо будет поставить. Говорю, ты расставь на *** и ***. Ясно. Денис, ну давай, давай встретимся, ну я просто с Бельского телевидения тебя беспокою. Давай встретимся без камеры, и ты со мной поговоришь об этом. Ну так сейчас я тебе только что объяснил. В чём-то проблема? Нет, ну давай встретимся, поговорим, нет. На полном серьёзе, потому что все, знаешь, все в ажиотаже. Ты просто объяснишь мне и скажешь, что и как что произошло. Но только без камеры, без ничего. Хорошо? Можем встретиться сегодня. Так если я тебе сейчас сказал, что мне ещё? Ты думаешь, что я добавлю что-то? Нет, не нужно добавить, просто хотелось бы поговорить. Потому что есть там некоторые нюансы. Можно? А какие нюансы вообще ко мне? Нет, я хотел спросить просто по поводу там, маек, потому что там уже появились всякие новости насчёт ваших маек. Так мне подошёл мужик, он мне дал те маеки, которые вот он говорит, у меня он мне говорит, что у него там не хватало людей. Говорит, давай, пожалуйста, если вы... А, ну хорошо. Ну давай ты это объяснишь, давай встретимся. Давай, пожалуйста, я прошу тебя. Просто как человек. Ну я журналист с БТВ. Я журналист с БТВ. Меня зовут Дмитрий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова